Так, 14 мая 2024 год, спрашивают, откуда у меня такой оптимизм по поводу наступления на Харькова россиян и кого я смотрю, слушаю. Послушайте, это нельзя назвать оптимизмом. То есть я 12 апреля, я сейчас посмотрел специально, называется у меня на ютубе, называется видео Пантеон героев. 12 апреля я там сказал, что не будет никакого окружения Харькова. Россия не могли это сделать в 20... То есть я сейчас, ну, я не могу, не могу передать вам свой опыт там войны 14, 15, 22, 23 до 24 года, понимаете, и свою точку зрения поставить вас, чтобы вы смотрели моими глазами на эту ситуацию. С моей точки зрения это огромный подарок сделало, не понимаю по каким причинам, ну, вернее, как не понимаю, догадываюсь уже после того, как вчера Шаеву подставку, ну, перевели с министра обороны, мне стало понятно. То есть зачем такой подарок был сделан со стороны вооруженных сил Российской Федерации, вооруженным силам Украины? Ну, я смотрю, я сам харьковчанин, там сейчас, там мне девочка пишет, они вот клипсом приближаются. Это они к моему дому приближаются, к Северной Салтовке, к Циркунам. Я на Циркунах, ну, пешком на работу ходил на Циркунах. Ну, я смотрю на это с той точки зрения, кто победит в этой войне. Я понимаю, что для гражданских, которые там все, то есть россияне вместо того, чтобы там вот это в очередь, в прорыв этот, который у них там более-менее получилось, что-то намечаться стало, там было действительно опасно. Они вместо того, чтобы в эту щель лом воткнуться с подкреплением и попробовать его расширять, они распорошили свои силы на Харьков. Конечно, для харьковчан это, ну, там страшно, а я представляю себя, как гражданские себя чувствуют. Но, блин, я же на это, вы поймите, я на это совершенно другими глазами смотрю. Я вижу, что ребята решили самоубиться лбом об стену, как в том фильме, что там кровавые каникулы, что как там называлось. Пришли ребята и самоубиваются по всей делянке. Ну, блин, аллилуйя, что они такие решения принимают. Им надо было отвлечь внимание, ну, я так для себя это объясняю, то есть более логичное объяснение не нахожу. Им надо было отвлечь внимание от того, что убирают министра обороны до этого оленевода Шойгу. И вот они, ну, конечно, если бы они вклинились, там что-то начали расширять, это никак бы информационную повестку такую не создало. Шумную, как, ой, на Харьков наступает. Какой нафиг Харьков? Посмотрите, я серьезно говорю, 12 апреля, посмотрите, я записал, какой нахрен Харьков? Так я и в декабре это говорил, и в феврале. Никакой Харьков они уже не возьмут никогда. Тут не в том дело. Вам как? Ну, если вы живете, вы говорите, почему такое положительное? Во-первых, про эти укрепления. Ну, да, обнаружилось, что есть все-таки укрепления. Ну, я говорил о том, что, ну, кто строит эти укрепления прямо на границе, там, эти опорники, чтобы на месте снесли. Тем более, когда мы еще не, у нас нет и в 16-х, мы не можем не самолеты их сбивать, которые фабы-кабы кидают. То есть, там укрепления на границе, их просто снесут в минуту, и все. Ну, по мне прилетали кабы, да, ну, то есть, рядом со мной ложились, контузило меня. Я знаю, что это за хрень. То есть, в этом нет смысла. И там есть дальше на этой, тут вчера показывали, да, я уже вчера видео видел. Там укрепления есть, первая, вторая, третья линия обороны в Харькове. Нормально, там, третья линия обороны, отлично, там, бетонированные здания с закопами, обложенные бревнами. Все это есть, да, просто паника вот эта вот пошла по... Да, вам, опять же, девушка, это, ты там, говорит, я из Харькова, я говорю всем, смотрите Дипстейт. Вам не надо, я пытаюсь, я с самого начала начал эти видосики выкладывать для своей матери, чтобы утешить, успокоить ее, что не надо паниковать. Вот ищи хорошие источники информации, все эти видео, просто думаю, что же это... Пускай все, ну, кто этим сможет пользоваться, пускай все будут в курсе. Искать источник достоверной информации, искать, смотреть, кто, какой, насколько авторитетный человек заявляет какую-то информацию. Но, блин, по большому счету, я так понял, вчерашний, за несколько месяцев впервые поговорил с матерью, и был несколько, ну, так, пессимизмом. То есть, все это пошло в никуда, потому что, мама, там, вот, там под Харьком так тяжело, так страшно. Я говорю, мама, а что ты считаешь, что ты смотришь? И она меня называет, даже я агрегатор новостей хотел сказать, это не агрегатор новостей, это агрегатор контента. То есть, это просто, ну, баг, в который сбрасывает все, что хочет, все, что как хочет. Понимаешь, оттуда каждый достает, что ему нужно. И кому нравится там, я не знаю, ну, это все равно, что на барахолке, понимаете? То есть, разница между источниками... Сейчас я скажу вообще, значит, так, смотрите. Не слушайте меня, не слушайте никого. Лучше всего, Дипстейт, есть отличный, отличный просто сайт, Дипстейт. Вот смотрите, если вы харьковчанин, или не важно, на любом другом участке фронта. Красным это движение россиян, вперед, назад, не важно. А зеленым, там, синим, это украинская территория, да? То есть, замеряйте просто по карте этой, линейке. Там есть инструмент прямо на этом сайте, что вы замеряете, можете измерить расстояние. От вашего дома, или там, где вы находитесь, до границы красной с россиянами. То есть, вы это расстояние меряете. Если это 20 километров, то это уже они начинают добивать до вас рата. Вам не надо, вот как я в прошлых видео говорил, посмотреть, это грады по вам прилетают, или посмотрите, это ствольная прилетает, или посмотрите, это мины прилетают. Понятно, да. Не знающий не разберется. Я говорил о том, что найдете кого-то из знакомых, кто-то в населенном пункте, все равно в армии служил и понимает разницу между градом, ствольной и миной. Не надо, все, забыли об этом. Просто еще упрощаю алгоритм действий. Вы гражданские, вы слышите по новостям, что на вас приближается к вам фронт. Смотрите по Дипстейт. Вы можете на карте свой дом найти, если вы в свое местоположение. Замерьте, 20 километров, это значит потенциально для вас уже могут добить грады. Даже если они пока по вам не бьют. То есть, уже будьте насторожен. 20 километров, это уже опасное гороставие. Ну, на самом деле 25, но, то есть 15, но 20 километров от вас до этого, все вы знаете, могут уже грады по вам достать. Это как бы желтое предупреждение. Уже надо собирать чемоданы, тревожные. 15 километров от красной линии до зеленой, до того места, где вы находитесь, это уже ствольная до вас может потенциально, ну, наиболее массовая ствольная. Понятно, что есть ствольная, которая и на 40 бьет, но она редкая, дорогая, и ей пользуются в эксклюзивных случаях. То есть, это уже в 4 раза страшнее уже. Ну, то есть, не то, что это в 2 раза хуже стало, это в 4 раза хуже стало, чем до вас добивает только один град. Это теперь до вас, по вам, и град добивает, и ствольная добивает. Если там уже 7 километров, то это добивает 120-й миномет от вас до этой красной линии, от вашего местоположения. И это уже очень опасно. Тут уже просто, я говорю, земля должна гореть под ногами, потому что миномет плох тем, что это оружие дешевое, массовое. Если град там 2-3 раза за день выстрелит, это надо машину подгонять. А миномет может стоять и всю ночь с какой-то ярком пук-пук-пук-пук и разнести нахрен микрорайон, понимаете, за ночь. Так что, то есть, как бы, вот степень градации опасности. Что я до этого говорил-то, забыл, и спросить некого. Да, так вот, информационно, то есть, я говорил о том, что ищите источники информации. Ну, я понял даже на примере матери своей. То есть, ну, это все вода в песок. То есть, есть люди просто, есть информационная помойка, есть информационная барахолка, а есть информационный специализированный магазин. Ну, это ровно так же, как вы на базар ходите. Кому-то есть люди, которым нравится в помойках копаться. Они имеют возможность финансовую там или физическую, блин, нормально ходить в магазины. Но они предпочитают, но они предпочитают по каким-то, ну, неведомым мне причинам. Ну, есть криптомания у кого-то, ходят, воруют, да, хотя у них там миллионер. Он, а ходит и ворует по карманам мелой штырит. То есть, это, видимо, такого же рода фигня. То есть, есть там хороший специализированный магазин, где ты знаешь, что достоверная эта техника от производителя, она качественная, она там сервисное обслуживание и все остальное. Там это в информационном смысле, это там, я не знаю, The Economist, там, я не знаю, The Times, The Washington Post. Понятно, они тоже косячат, как и самая качественная техника тоже ломается, да. Но понятно, что это качественный, хороший продукт. И ориентироваться стоит. Ну, это же не то, что вам надо покупать, это народ, понимаете. Если там, допустим, вы там, я не знаю, Sony, там, фотоаппараты, там, я не знаю, Nikon фотоаппараты, вам приходится огромные деньги за это выкладывать, за там дорогие объективы. То тут это информационно бесплатно. То есть вы можете читать исключительно The Economist, The New York Times, там, то есть есть достаточное количество хороших информационных порталов. Deep State. Вот вам ничего, кроме Deep State, это не надо на эту войну, понимаете. Это великолепный, отличный, классный сайт, проверенный уже там. Все, что вам грозит, он с задержкой чуть-чуть информацию может давать по понятным причинам. То есть, вот, но вы почему-то, ну, вы кто абстрактно там, люди начинают лазить, то ли в лучшем случае по информационным барахолкам, куда сбрасывается там половина достоверной информации, половина недостоверной. Но понимаете, вы когда на барахолке ходите и вас спрашивают, а как у вас дела обстоят в стране там, да? А вы ходите по барахолке, говорят, а ты посмотри, что это за рухлядь какая-то, потертая вещь, продырявленное кресло, там это... Так нахрен ты на барахолку пришел? Конечно, ты тут плохие новости узнаешь, если ты пришел на информационную барахолку. А на информационной помойке у тебя все будет просто. Караул, нас продали, нас сдали, нас, блин, там и Зеленский, и Порошенко, и, блин, нафиг, и кто ничего, блин, нафиг. Ну, блин, ну ты же на помойку пришел информационную, что ты там хочешь найти? Конечно, там все зрадили, там все Тису переплыли, убежали, и вообще непонятно, как мы третий год держимся, блин, если мы уже все продали, если у нас все коррупционеры, и вообще, блин, нафиг, никто не воюет, блин. Да? Идите на нормальные ресурсы, блин, и получайте нормальную информацию. Хочется вам засирать голову этим говном, блин, нафиг. Тогда не вините меня. Вы говорите, вот, блин, там. Ну, а они начинают, ботов же, на это работа и работает, бот и работает. То есть, выкидывают кучу какой-то, блин, сколько там уже. Читая, чем дальше, тем дольше. Ботов огромное сейчас количество. Вот именно отвлечение от этого Шойгот, от всей этой хренотени, блин, сейчас идет. Ты кто такой-то? То есть, я говорю, что идите авторитетный источник. И я действительно не являюсь авторитетным источником. У меня какой? У меня там опыт просто, блин, в АТО. Кто, блин, сомневается, что я военнослужащий, блин, нафиг я под своим именем, под своей фамилией. Идите, смотрите, блин, на Ютубе там. И когда сейчас я ничего не выкладываю, конечно, то, что можно геолокацию установить. Я что, блин, это же я не себя одного подставляю, это я и пацанова подставляю. Поэтому ничего не увидите вокруг меня, кроме кустовых блиндажей. Понятно? То есть, по 14-му году на здоровье я это уже выложил, можно это осмотреть, да? Что не секретное мне является. И сейчас вы хотите посмотреть подработиное в российских блиндажах? Смотрите, ледяной дождь, пожалуйста, там квест такой на Ютубе. Смотрите, я хожу по снегу, там в этом снегу валяются просто трупаки россиян. Это я хожу по российским блиндажам, подработиное. Смотрите, вот я там, пройдись по блиндажам, поспотыкайся, собери русского, россиянина-оккупанта. Хотите убеждаться, убеждайтесь, никто вам не мешает. Ну, я же говорю, я не авторитетный человек для того, чтобы вы меня слушали, блин. Ищите себе авторитетный источник, действительно, там, я говорю, за иконами, я не знаю, Дипстейт. Смотрите, Дипстейт меряйте это, если вы гражданский. Меряйте расстояние и понимаете, насколько вам велика угроза от артобстрела. От ракет вас, как бы, что вы в 50 километрах от границы с Россией или от фронта, что вы в 100 километрах, все равно эта ракета, вы понимаете, да? Она и во Львов может прилететь, в Ивана Францклокс, куда угодно. Это никак не влияет на то, как фронт меняется. Но для гражданского человека гораздо повышается опасность быть убитым, раненым, покалеченным. Это когда приближается фронт, когда до вас добивают грады. Их уже достаточно много. Уже сильно повышается вероятность того, что прилетит, зацепит как-то вас, не дай бог. Я уже говорил, затолбался. Все, 12 минут, охренеть. Все, все буду Украиной, не паникуйте, все нормально. И не ходите по информационным помойкам. Ищите нормальные себе источники информации. Не застирайте людям мозг. Игорь Негода.